Нейромаркетинг Нейромаркетинг — это методика для изучения реакции людей, реакции респондента на аудиовизуальный контент. Ну, предположим, если мы говорим о практическом применении, если мы можем говорить про коммерческий рынок, рынок коммерческой рекламы. Каждому производителю рекламы очень важно понять, как человек относится к его продукту. Есть, существуют два способа. Это традиционная социология, когда людей спрашивают, то есть это анкетирование, фокус группы, это глубинное интервью, и нейротестирование. В процессе нейротестирования человека замеряют неконтролируемые эмоциональные вегетативные реакции. Ну, например, запотевание ладошки, изменение частоты сокращения сердечной мышцы, изменение дыхания, процессы, которые происходят в коре головного мозга. Это всё невозможно подделать, это невозможно заставить сердцу замереть от счастья, от испуга, от страха. Мы считаем, что эти реакции являются объективными критериями того, как человек относится к любому аудиовизуальному контакту, который ему показывается. Это может быть реклама, это может быть продукт, это может быть всё, что угодно. То, что можно увидеть в первую очередь, прочесть текст и так далее. Мы измеряем, выдаём рекомендации нашим заказчикам, что можно изменить для того, чтобы коммерческая реклама, внешняя упаковка продукта, описание, какая-то картинка легче вошла в сознание на эмоциональном уровне. Дальше на второй, на третьей стадии у человека включается процесс обдумывания, что мы называем рациональным выбором. Сравнивание выгоды и принятие решения. Но те компании, которые хотят начать конкурировать на уровне эмоционального вхождения в человека, они обращаются к нам, мы помогаем им в этом. Очень трудно, конечно, очень трудно. Здесь, наверное, конечно, больше рассказал наш гениальный директор, который Наталья Валентиновна Галкина, которая стояла у истоков. Но я могу, я в компании работаю всего 5 лет, могу только слышать истории, рассказанные про то, что первое, наверное, маркетинговое оборудование было фактически привезено в чемоданах. В чемодан, который сдается в багаж сотрудниками, энтузиастами, сотрудниками Московского государственного университета, потому что первая лаборатория делала совместно с ними. То есть это были айтрекеры, это были электроэнцефалографы американского, германского производства. Все это привозилось сюда, разбиралось до винтика, потому что задача стояла собрать и обеспечить синхронную работу всего оборудования. Потому что, как правило, продается все по отдельности со своим программным обеспечением. Поэтому наши программисты все это отлаживали, работу всех этих приборов. Наши специалисты совместно с физиологами, биологами из МГУ, они как раз рассчитывали эти методики. Что означает сужение и расширение сосудов? Как это можно интерпретировать, как это можно посчитать, как это можно конвертировать в показатель, который понятен для рынка. В 2014 году стали появляться первые санкции. Очень сильно изменился курс евро. Поэтому возить оборудование, оборудование каждые 4-5 лет, в любом случае, морально, физически устаревает. Поэтому с 2020 года мы производим свое нейромаркетинговое оборудование. В мае 2020 года мы прошли госприемку, потому что разработку нейромаркетинговой лаборатории поддержала национальная технологическая инициатива. То есть это было государственное спонсирование. И в данный момент времени мы поставляем, предлагаем всем заинтересованным компаниям, университетам, коммерческим компаниям, рекламным компаниям, приобретать наше российское нейромаркетинговое оборудование. Ну, конечно, у всех были определенные проблемы. Но единственный парадокс, наверное, заключается в том, что у нас годовая выручка за пандемийный 2020 год превышала предыдущий удачный год на 25%. Главным образом, конечно, это произошло за счет клиентов, обратившихся к нам во второй половине 2020 года. Но, тем не менее. Обязательно, конечно, каждая методика у нас запатентовано. Мы работаем в сотрудничестве, как я уже говорил, с биологическим факультетом Московского государственного университета. И, соответственно, все наши методики, начиная с вовлеченности, с внимания, с интереса, запоминаемости, сложности текста и так далее, у нас запатентованы. То есть они объясняют, почему мы говорим, что такое интерес, как мы его измеряем, при помощи какого оборудования, какие результаты измерения в данном случае вкладываются в это понятие. Все наши методики запатентованы. Прогнозировать кассовый успех нам сложно, влиять на прогнозирование зрительского успеха возможно. Я могу привести в качестве примера случай, который мне рассказывали коллеги. Это уже легендарный случай про легенду номер 17. Режиссер был обеспокоен тем, что из-за наличия в фильме достаточно откровенной постельной сцены, фильм получает вот этот запрет детям до 16 лет. В то время как именно мальчишкам до 16 лет был адресован фильм, потому что задача привлечь к спорту, привлечь к хоккею, поднять интерес к патриотическому воспитанию и так далее. Но вот эта сцена, она как бы означала автоматический недопуск до этой целевой аудитории. Тогда, соответственно, режиссер спросил нас, а если, что произойдет, если, собственно, вот эту сцену вырезать? Мы протестировали два варианта, и по результатам мы сказали о том, что данная сцена, она, в принципе, как-то не сильно воспринимается на эмоциональном уровне зрителями. Если вы ее уберете, то вариант без сцены, фактически, фильм не пострадает ни с точки зрения динамики, ни с точки зрения эмоциональной вовлеченности. Собственно, эта сцена по результатам, самая откровенная ее часть была вырезана. Гриф «Детям до 16» был снят, и, соответственно, фильм посмотрели миллионы мальчишек. В этом и состоит вся суть противоречия между традиционной социологией и нейромаркетингом. Да, безусловно, человек, просмотревший что-то, будем говорить, ролик, просмотревший ролик, едва ли через секунду или через несколько секунд сможет воспроизвести то, что он испытал. Во-первых, ему не хватит профессионального словесного запаса для того, чтобы описать полностью весь широкий спектр эмоций, которые он испытал. Во-вторых, элементарно через 1-2-3 секунды память улетучится, он не сможет объяснить. Поэтому мы говорим о том, что вообще идеальным сочетанием является комбинация между нейромаркетинговым тестированием и социологией. Скажем, той же самой фокус-группой. Очень многие заказчики, обращаясь к нам, они просят провести нейромаркетинговое тестирование роликов, затем тут же по горячим следам собрать респондентов и провести фокус-групповую дискуссию, обсудить, что запомнилось, что понятно, что непонятно, и потом наложить эти результаты. И вот по нейро мы увидим где-то падение результатов, где-то повышение. На фокус-группу вполне возможно, что мы сможем найти ответы, почему так произошло. Для фокус-группы неограниченное количество, для нейромаркетингового исследования 30 человек. Минимальная выборка, которая была определена в свое время гигантской компанией Nissan, нейромаркетинговой ее частью, располагающейся в США, которая делала эксперимент, производила, она тестировала рекламу на определенном количестве респондентов, начиная со 100, и с каждым новым тестированием, шаг минус 10, количество респондентов убавлялось. И вот они обратили внимание, что на 90, на 80, все то, что выше 30, количество респондентов, результат не имеет никакой разницы, не зависит от количества респондентов. А ниже 30 начинаются различные так называемые артефакты, результаты перестают быть корректными. Поэтому мы говорим о том, что 30 человек – это минимальная необходимая выборка. Мы ведем работы в направлении определения типа эмоций по результатам показаний электроэнцефалографа. То есть мы демонстрируем какие-то материалы, которые содержат в себе заведомо известные, должны вызывать заведомо известные чувства, такие как страх, гнев, радость, нежность, умиление и так далее. При этом электроэнцефалограф замеряет, какие зоны в коре головного мозга при этом активируются. Вот задача исследования, которая длится уже несколько лет, еще работа предстоит длинная. Определить комбинацию корей головного мозга, активация которой будет означать данный конкретный вид эмоций. Не будучи физиологом по образованию, я могу только выразить свое отношение к мнению той или иной группы ученых. Наша группа ученых базируется как раз именно на объективном измерении при помощи электроэнцефалографа. А противоположная группа ученых говорит о том, что возможно определить тип эмоций по мимике. Но мне кажется, что показания электроэнцефалографа более объективны, потому что человек, почесавший нос, в данный момент, ну как можно трактовать его эмоции? Ну просто нос почесался, может быть он нервничает, может быть что-то еще там. Или у кого-то есть привычка прищуриваться, щуриться. Может ли это являться показателем конкретной эмоции? Но опять же, извините, это мое субъективное мнение, я не физиолог. Наверное, ученые все-таки должны сказать свое веское слово. Мы ведем переговоры с рядом институтов, которые занимаются разработкой использования нейросетей по использованию наших баз данных. Пока такой работы не ведется. Невозможно. Управлять эмоциями невозможно, управлять эмоциями невозможно. Можно только определять, насколько комфортно воспринимает человек с интересом, с вовлеченностью. Либо это его не, извините за сленг, не зацепляет вот именно на эмоциональном уровне. Управлять человеком, это как боженьки. Если это сделано красиво, тонко, изящно, и это что-то новое для меня, я вот с удовольствием иду навстречу этому предложению. Но такие предложения очень редко бывают, встречаются очень редко. Поэтому абсолютно все остальное, как шум мимо шеи проходит, не реагирует. Интерес, конечно, возрастает. Я могу сказать, что в этом во многом заслуга нашей компании, потому что наши сотрудники проводят, читают курсы по нейромаркетингу, интегрированные в общие курсы по маркетингу в Московском государственном университете, в Высшей школе экономики, в МГИМО и многих других учебных заведениях. Сейчас у нас в Казани запускается курс. Четыре года назад по заказу Министерства образования мы разработали учебный стандарт по нейромаркетингу, который может быть использован и используется в вузах страны. В нашей лаборатории постоянно проходит стажировка студенты, которые специализируются по маркетингу. Физиологи, биологи, психологи, им интересен нейромаркетинг. Эти студенты – это наши будущие клиенты, это наши будущие, возможно, сотрудники, а, возможно, это наши будущие преподаватели, которые будут преподавать своим студентам. Поэтому наша компания, особенно ее основательница Наталья Галкина, действительно флагман нейромаркетинга на российском рынке. Поэтому мы не только предлагаем услуги, но еще и воспитываем рынок, тянем за собой. Несколько лет назад компания Нильсон закрыла здесь свой кабинет по нейромаркетингу. И это очень жаль, потому что это реальный достойный конкурент, который также с уважением относился к научной обоснованности бизнеса, так же, как и мы. Мы против шарлатанства. Знаете, очень много шарлатанов, которые с бубном пляски вокруг костра мы занимаемся нейромаркетингом. Мы сейчас на пальцах здесь все там расскажем, как все происходит. Без измерений это сделать невозможно. Поэтому конкурентов как-то мало. Постоянно, конечно, мы встречаемся со стартапами. Мы с ними пытаемся сотрудничать. Мы предоставляем им свою базу для проведения каких-то новых исследований. Потому что нам интересно расширять наше продуктовое предложение, если мы видим, что ребята движутся в какую-то новую нишу по тестированию органолептики, предположим, чем мы там раньше не занимались. Мы с удовольствием с ними начинаем сотрудничать, конечно. Конкурентов хотелось бы, чтобы были такие конкуренты, как Нишсон, потому что мы вместе двигаем рынок, развиваем. Нейрочат – это коммуникационное решение, которое предназначено для людей с нарушениями речи и движения после инсультов, либо после тяжелых черепно-зыковых травм. То есть мы можем представить себе человека, который полностью обездвижен и не может общаться, но при этом его мозг сохранен. То есть когнитивные способности сохранились. Именно для такой категории пациентов наши сотрудники разработали нейрочат. Вот этот прибор, состоящий из 8 электродов. То есть электроэнцефалограф, который мы используем на аэромаркетинге – это 22 электрода, такой достаточно большой, похожий на медицинский. Здесь 8 электродов. Он надевается на голову пациента. На любом домашнем компьютере, планшете устанавливается программное обеспечение, которое состоит из матрицы. Матрица может включать в себя буквы, символы, картинки. Они периодически подсвечиваются. Вот задача человека – реагировать на каждую подсветку. Электроды считывают количество внутренних реакций. То есть про себя нужно считать каждый раз, когда подсвечивается та буква, которую вы хотите набрать. И определяет, на какую букву смотрел человек. То есть таким образом мы говорим, что нейрочат – это возможность общаться силой мысли. Изначально этот прибор создавался как коммуникационное решение для таких пациентов. Однако в процессе клинических испытаний, клинической апробации, мы стали обнаруживать, что данный прибор очень хорошо влияет на когнитивную реабилитацию. То есть люди, которые восстанавливаются. Хорошо влияет это на такие заболевания, как рассеянный склероз. Потому что мы, в принципе, изначально вообще не ставили перед собой задачи этой категории. И самое главное, то, что опять же нам помог в кавычках ковид – это пожилые люди. Это занятия на нейрочате, которые восстанавливают нейронные связи, которые с возрастом разрушаются. Тем самым существует возможность продлевать активные умственные периоды своей жизни. Это очень актуально не только для нашей страны, но и для всего мира. Население земного шара стремительно стареет. И возрастные нейродегенеративные заболевания, чтобы было понятно, это деменция, это альцгеймер, то есть это растет популярность с огромным количеством. Поэтому мы стали использовать его как коммуникатор, как реабилитационное средство и как нейротренажер для того, чтобы прокачивать ноги. Сейчас у нас порядка шести лабораторий, планы по расширению достаточно большие. То есть целое направление продаж открылось, мы ищем клиентов именно на лаборатории, не на услуги. А среди таких клиентов могут быть многие вышеучебные заведения, в частности Самарский государственный университет, Казанский федеральный государственный университет. А сейчас в МГУ мы начнем устанавливать лабораторию. То есть для университетов существуют проблемы тестирования дистанционного контента, потому что все сейчас уходят в онлайн-образование, производится огромное количество лекций, семинаров, нужно делать это с учетом легкости восприятия. Здесь вопрос даже не восприятия, вопрос в эффективности, насколько такое обучение будет эффективным. Поэтому очень много тестируется учебного контента вузами. Ну и рекламные компании, которые создают, производят рекламные ролики, им интересно интегрировать процесс непосредственно на инвестирование в процесс создания роликов. Это имеет возможность скорректировать, поправить, прежде чем запустить ролик в эфир. Редактор субтитров А.Семкин